Сразу же после презентации Стеллы Дружбы участники студенческой весны стран ШОС отправились на локомотив. Именно здесь состоится грандиозное открытие большого фестиваля. Уже перед воротами стадиона заряжаешься бешеной энергией представителей Узбекистана, Таджикистана, Турции, Монголии и многих других стран мира и городов России. Столица Забайкальского края стала еще моложе, ведь к нам прибыли более 600 самых активных студентов. Такого грандиозного события в Чите еще не было. Праздник молодости пришли посмотреть более 12 тысяч человек. Делегации студентов намерены показать за эти 6 июльских дней все, на что они способны. У нас заслуженные коллективы, ребята, студенты покажут на ходулях, будет шоу, будет очень интересно, поэтому приглашаем посмотреть. Ну и конечно Королева весна это наш общий проект, мы придумывали его вместе с РСМ, с Российской Союзной Молодежи. Вот он из двух стран наших, России и Беларуси, вырос вот в такой большой масштабный. И мы тоже надеемся на наших красавиц и хотим доказать, что все-таки славянские красавицы самые красивые в том числе в мире. Чита – место полезное для молодежи. Здесь много разных возможностей, чтобы встречаться, дискутировать. Здесь есть представители из Пакистана, из Индии. Будет интересно. Ровно в 19 часов в ожидании масштабного зрелища трибуны замерли. Открыли Большой студенческий фестиваль телеведущие Максим Орлов и Аврора. Парад участников, который длился почти 30 минут, напомнил открытие Олимпийских игр в Сочи. Одна за одной командой представляли свою республику, край и область. После парада участников на поле стадиона началось театральное представление, рассказывающее историю нашего края. Потом на сцене появилась певица Пелагея. Вместе с фольклорным театром в Забайкалье артистка исполнила давно уже полюбившуюся забайкальцам песню. Шел казак на побывку домой, шел он лесом дорогой прямой, обломилась доска, подела казака, искупался в воде ледяной. Для меня сегодня очень трогательно, очень волнительно, где-то я прямо аж до слез, мне приятно. Быть свидетелем, быть участником этого праздника, потрясающе, грандиозно, масштабно все, ярко, супер просто. Дорогие друзья, я спрашиваю, что выезжая на сценарий, вы повторяете как состязательные слова. Другом я никогда не заберу, с другом я подружился в Чечен. Спрашиваю вас, состязательные слова. Церемония открытия продолжалась более двух часов. За это время зрители получили огромный заряд бодрости. Чеченцев и гостей города познакомились с символом студенческой весны страншос. Большие матрешки, как живые, перекатывались по полю. Зрителям наглядно показали все направления студенческой весны. Творчество, студенческий спорт, молодые политики, форум молодых журналистов, королева весна. А в конце на стадионе появился талисман фестиваля, кот Манул. Он заставил улыбнуться каждого. В этот вечер синоптики прогнозировали дождь, и он пошел. Только большими серебристыми и золотистыми каплями конфетти. В твиттере некоторые из приезжих студентов уже назвали наш город мечтой, написав, что на этой земле исполняются желания. Анастасия Удовиченко, Анна Кулигина, Максим Лобачев, ЗАПТВ.